здравствуйте друзья ну вот здесь явный пример как из-за нормального собеседника коллектор мастерски может нажить себе врага вот по-хорошему человек с ним пытался разговаривать сообщил все причины дальше каких-то компетенций коллектора не заходил нету тут вот этими финтами своими речевыми как ему кажется умными вылил человека на оскорбление и потом еще наверное ну давайте послушаем что было дальше алло да алло добрый день добрый александр николаевич тиньков банк отдел оптимизации финансовых потерь меня руслан борисович зовут по факту неоплата минимального платежа 3 900 я слушаю пришел на вопрос у вас ну к сожалению нет как видите деньги же не поступили еще а что случилось у вас до работа нет элементарно попросили уволиться грубо говоря и работали до этого маринский театр на какой должности осветитель а как давно потеряли работу четыре месяца четыре месяца на данный момент вы находитесь в поиске работы конечно как человек моя работа ну как вы же находитесь как вы это делаете скажите пожалуйста как вам удается как вам удается находиться без работы все это время вот так вот элементарно ну то есть он помогает я правильно понимаю нет конечно я самостоятельный человек а кто у вас сейчас поддерживает финансовом плане никто не поддерживает как можно прожить четыре месяца не работая при этом вам же кушать нужно но я же кое-какие подрабатывали машины там мою на стройку выхожу более уже хватает уже две подработки александр николаевич и вы до сих пор не оплатили то есть деньги то у вас есть оказывается две подработки нет вы неправильно констатировали не две подработки родители чем занимаются ваши я откуда знаю в смысле не знаю у вас нет родителей что ли да и допустим нет ну что значит допустим нет у вас по прописке какого офисера тебя интересует чем мои родители занимаются что как как вы выразили сейчас а ты прослушай по запись нет тыкать мне не нужно александр николаевич мой взрослый любит вашим родителям будет приятно если будут с ними разговаривать подобным образом понимаешь я уже привык что такие телефонные попрошайки как ты мне звонят и угрожают родителям у тебя похода больше нету да вариант не угрожает на что надавить нет 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 ни на что надавить аргумент у вас по прописке живут инвалиды руководство скажи чтобы в банковый суд обращались какой суд какой суд а только его увеличить за счет судебных издержек если вы сейчас не можете оплатить минимальный платеж как вы будете оплачивать общую сумму долга на данный момент банк готов с вами обсудить приемлемые условия скакивайте с тем на тему вот я даже на выстал опять коммерческая начать вам александр николаевич с вами вежлив правильно так и чё я не собираюсь с вами приемлемые условия оплаты давайте обсудим давайте попробуем обсудить и найти компромисс я тебе серьезно говорю ты первый повесишь трубку и не заработаешь мне ничего я тебе все про все вопросы через суд я вам только что сказал что касаемо суда это во первых во вторых суда вы не ожидаете банк праве произвести уступку долгой сторонней организации коллектор стимеешь вот родители как это по отнесутся ваша просто задача за родители так не волнуешься они все пока не отнесутся к этому них все совершенно в порядке все хорошо у него с этим будет вы же понимаете что банк несет ответственности за методы изыскания сторонней организации мы строим я угрожаю сейчас и на уголовку наговоришь ты чё не понимаешь этого что ли я запись разговора в виду с сотрудниками банка тинькофф каждый из вас на нарушение слышишь ты сейчас тоже сильно уголовку тут наговоришь тормози братан вот провоцировать не следует я вам уже просто рекомендую сейчас задуматься о том я рекомендую о поиске работы задуматься нормально передачи долго сторонней организации травишь урод слышишь меня банк не несет ответственность людям которые слабые не могут ничего ответить юридически неподкованные ты работу себе выбери нормальный придурок друзья предлагаю поставить не думая лайк автору огромное спасибо показательный ролик хороший драйв такой в ролике знаете по уму чувака на место поставил тут даже не стал вякать ничего в ответ хотя по голосу было так но у него желание было поспорить со всем происходящим но он понял быстро что отхватил ну ладно друзья помимо лайка прошу вас подписывайтесь на наш канал это очень важно делитесь в соцсетях ссылочками на наш канал и самое главное посмотрите в описании ролика ссылку на наш сайт это я обращаюсь к тем кто недавно на нашем канале и решил раз она всегда закончить свою эту жизненную эпопею с долгами я понимаю что вы может быть не верите в это но все-таки возьмите зайдите на сайт там выложено видео как устроена работа кредитных юристов посмотрите не поленитесь все взвесьте и оставьте заявочку с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания аля все вам хорошего счастья благополучия и финансового здоровья до свидания